привет друзья меня зовут репетитор дмитрий в этом давайте постараемся не очень большом видео мы с вами попробуем обрисовать некоторые такие пункты полезные для составления заметок для TOEFL speaking вопроса номер три который до двадцатого года был вопрос номер четыре но это сути не меняет более того мы обсудим с вами не только пару пунктов по этим вопросам но вообще как отвечать да какие-то рекомендации я уверен что некоторым из вас это видео будет полезным полезным особенно тем кто только начинает свой приятный путь в покорении TOEFL что я вам друзья хочу сказать вопрос номер три он состоит из двух частей первая часть наша это текст на который нам дают 45 секунд вот такого обычно он размера я думаю никаких сюрпризов здесь не будет вот такого размера такая ширина ширина строки и 1 2 3 4 5 6 7 0 7 8 строчек вот вот такой текстик текст обычно академического характера то есть это текст из какого-то учебника университетского или колледжевского да в данном случае например у нас здесь психология verbal and nonverbal communication вербально невербальная коммуникация очень интересная тема затем после того как вы 45 секунд почитали значит этот шедевр и естественно сделали заметочки если захотели мы слушаем отрывок из лекции профессора обязательно ну вот и что вам хочу сказать очень важный момент некоторые авторы на ютюбе я помню давненько уже я смотрел меня и не один раз вот разно не утверждают что профессор в своей этой мини лекции всегда противоречит основным пунктом изложенным в этом тексте но я вам хочу сказать что это не всегда так давайте поделим соотношение как отношение между лекцией и текстом на две на два вида что на два случая первый это когда действительно профессор противоречит вот у нас здесь какие-то допустим вступление и два пункта а профессор говорит несмотря на то что у вас написано в учебнике что вот пункты так то и так то я лично считаю что вот так то и вот так то у нас два пункта противоречия вот действительно такая ситуация встречается очень часто но бывает и другая вторая ситуация вот как здесь профессор не противоречит он приводит примеры в данном случае своей жизни он просто приводит примеры он иллюстрирует то что написано в учебнике поэтому никакого противоречия здесь нету абсолютно смотрите и задание у нас как будет звучать explain how the examples from the professor's lecture illustrate the relationship between verbal and non-verbal communication объясните как примеры из лекции профессора иллюстрируют отношение между вербальной и невербальной коммуникации да так честно говоря такое на самом деле задание может заглючить да объясните как примеры из лекции профессора иллюстрируют да вот тоже вопрос конечно глупый ну что значит как они иллюстрируют ну иллюстрируют и иллюстрируют да вот как ну что значит как как смысле это же красиво эффективно или то есть вопрос я считаю сформулирован него не идеально ну ладно это такое дело нам нужно будет с вами то есть за нашу минуту выступления как видите 60 секунд подготовка 30 секунд нам нужно будет за что сделать за 60 секунд уделить немножко внимание тексту я думаю ну секундочек 15 20 не больше иначе убьете свою главную часть потому что все-таки нас же профессор здесь спрашивают да можно даже 10 секунд но это зависит от скорости вашего вашей речи ну давайте 15 секунд ладно нам останется на профессора 45 и в за эти 45 секунд нам нужно то что профессор сказал сделать типа резюме вот если он там тоже два примера даст да ну вот надо два примера вкратце описать ну ну вот в принципе ничего шедеврального тут нету надо быть просто очень внимательным информации много поэтому действительно без заметочек наверное не обойтись ну что друзья давайте сделаем вместе сейчас это задание итак давайте вслух прочтем вот эту штучку так я читаю вы тоже читайте а потом мы решим какие бы какие заметочки допустим я бы сделал вы бы сделали да за 45 секунд verbal and nonverbal communication when we speak with other people face to face the nonverbal signals we give our facial expressions hand gestures body movements and tone of voice often communicate as much as or more than the words we utter when our nonverbal signals which we often produce unconsciously agree with our verbal message the verbal message is enhanced and supported made more convincing but when they conflict with the verbal message we may be communicating an entirely different and more accurate message than what we intend как и в абсолютном большинстве любых текстов на той флаг здесь у нас три пункта ну как три первый пункт это вступление то есть о чем и два тоже неких логических пункта как я вам всегда говорю я не знаю как их красивее назвать у меня с русским проблемы потому что я всю жизнь изучаю английский понимаете задумываться красивых формулировках мне реально не хватает когда сосредоточен на этом то в общем два пункта их нам нужно выудить как бы вытащить отсюда ну вот предположим мы себе читаем да так вот я буду делать в блокнотике в этом естественно тут не очень удобно на бумажке удобнее помните словечки сокращаем если хотим но лучше хотеть например профессор проф да студент студ какой-то там коммюникейт комьюн коммун да что там но нон-вербал вы можете нон-верб сигнал сну из сигнал тут тоже в зависимости от того как вы знаете себя что вы потом естественно определить что если вы напишите сыгн то это сигнал за но в принципе в принципе ничего тут такого какие мы еще тут мы могли бы сократить до сапорте диньенс но в принципе можно сапорт но только вы будете помнить что у вас тут прошедшее время конвенции комьюнникейт инкомьюн да это однозначно different дефиринд деф можете там точку поставить дефиринд то есть то что вы сами сделаете вы естественно ваш разум запомнить что вы делали я не думаю что должно будет возникать как чего-то там на так как вы будете сокращать вы больше успеете банально написать переписать за 45 секунд весь текст но если вы обладаете такой супер мега скоропись туда но вам же желательно не то что его переписать а вы вытащите из него главные пункты как я говорил да и уделить ему времечко немного поэтому переписывать его уж сильно смысла наверное нет и так чтобы мы могли записать вступление наше то есть тема вот она в первом предложении when you speak вот я читаю так communicate я бы тут естественно отметил допустим and non-verbal signals communicate more than words ну вот эта тема раз так первый пункт вот он 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 и стыд про nervous signals и agree with a verbal message the verbal message in the hands and support it made walking wins When agree, more convincing, support, теперь when disagree, естественно, а когда disagree, but when they conflict with the verbal message, we may be conveying an entirely different and more accurate message than what we intended, так, when disagree, more accurate message, ну если успеваю, я уже здесь смотрю, more convincing, просто для того, чтобы сохранить тут красивое слово, все, все у нас готово, естественно, когда я читал бы это, я по ходу дела бы делал, ладно, я не стал уже, здесь у меня, видите, накладывается блокнот на текст, то есть, чтобы вам было видно, мне было бы это неудобно делать, поэтому я сделал сейчас, после прочтения, естественно, вы когда будете читать, то, естественно, одновременно, ну вот, мы сделали, да, хорошо, такс, теперь мы гордо приготовились к заметочкам по аудио, сейчас будем слушать сеньоры-профессоры, такс, вообще лекция очень интересная, я вам уже всегда это говорю в TOEFL, мне очень нравится, здесь по психологии, такс, track number 17, смотрите, сейчас слушаем, может быть, я по ходу дела, может быть, сделаю пару заметочек в блокнотике, и вы думаете, как бы вы сделали, или какие заметочки, так, number 17, ну что, поехали. Now, listen to part of a lecture on this topic in a psychology course. Last month, my favorite uncle paid me a surprise visit. I hadn't seen him in many years. The doorbell rang, I opened the door, and there was Uncle Pete. Now, I'm sure when I saw him, I said something like, Uncle Pete, what a surprise, how nice to see you. Anyway, my wife was standing next to me, and according to her, I wasn't really aware of this, my eyes got really wide, and I broke into a huge big smile. She said I was actually jumping up and down like a little boy. Well, anyway, later that evening, Uncle Pete told me how very, very good he felt when he saw how happy I was to see him. But compare that with this. My daughter, she's six. We were building a birdhouse together last week, and I was showing her how to use a hammer and nail. And of course, stupid me, I wasn't being very careful, and I smashed my thumb with the hammer. Boy, did it hurt. I almost felt like screaming, but I didn't want to upset my daughter, so I said, Don't worry, honey, it's nothing. Meanwhile, I was shaking my hand, as if that would stop my thumb from hurting, and my face was contorted in pain. My voice was trembling, too. So, even though I told my daughter I was okay, I'm sure she didn't believe me, because she kept asking me if I was okay. Okay. Explain how the examples from the professor's lecture illustrate the relationship between verbal and nonverbal communication. Well, listen. Поэтому я к чему веду, что если бы я слышал ее первый раз, ну, хотя, наверное, точно так же я бы это писал. Смотрите, вот наши два примера. Профессор, здесь, когда дяденька приехал, как он подпрыгивал от счастья, и вербально-невербальные сигналы совпадали. Здесь, когда ударил по пальцу этим молотком, и, значит, он же притворялся, что все нормально, а доченька не поверила. Ну вот, в принципе, я вам хочу сказать по опыту, что эта лекция не тяжелая. Ну, для понимания, интересно, не тяжело, бывает и хуже. Ну, как хуже? Бывает круче. Вот, у нас все готово, смотрите, для нормального, крутейшего ответа. Ну вот, у нас с вами 30 секунд на подготовку. Ну, смотрите, что тут готовится, да, вот если 30 секунд, пошли, да, но у нас уже все написано, в принципе, да. Ну, можете, я считаю, пофилософствовать, так про себя поразмышлять, как вы начнете. То есть, in the text, where, yeah, as far as I have learned from the text, or as I have learned from the text, or in the text book it is written that. Ну, вот как бы вы начали, чтобы вы потом не заикались, когда именно начнете. Окей. Ну что, смотрите. Подумал я, подумал. Тут я тоже посмотрел про дяденьку, значит, и про этот скворечник. Значит, чтобы я тут ничего не забыл, такого интересного. Ну, в данном случае, так как заметки у нас изобильные, то, в принципе, сильно проблем, я думаю, за эти 30 секунд с подготовкой возникнуть не должно. Если бы мы не успели тут ничего написать, то, естественно, нам надо было судорожно за 30 секунд вспоминать, пытаться вспомнить, о чем же тут шла речь. Ну, так как у нас заметок предостаточно, то, дай бог, чтобы мы их успели тут все рассказать. Окей, друзья, теперь давайте, значит, explain how the examples from the professor's lecture illustrate the relationship between verbal and non-webal communication. Помните, я вам говорил, ну, секундочек 10, давайте попытаемся 15 потратить на вступление о тексте, а потом же, естественно, что профессор говорил. Не дай бог, не затягиваем вступление на 40 секунд, потому что снизят балл, вы не раскроете то, что профессор же говорил. Вы поняли, да? Очень внимательно пытаемся понять конкретно вот это, что нас спрашивают. Это очень важно. Многие от волнения, они вот здесь вот глазом кинули сюда, да? Если на годы все, вроде все понятно, да, все слова понятны, а потом начинает, понимаете, получается, говорить не по теме. Ну, вот, очень внимательно, конкретно. Потратьте лучше еще 5 секунд из времени подготовки или 10, вот на четкое понимание, что вы говорили о том, что вас спрашивают. Окей, все. Let's just tune to English a little bit and speak about this. So, окей, let me answer this question. In about one minute, I will not just watch the time precisely. Не будем там засекать время прям чисто-чисто минуты. Я приблизительно уже по опыту интуитивно чувствую. So, окей, вот я смотрю в свои заметочки, да? И говорю. So, according to the article, there are verbal and non-verbal signals while we communicate. If our non-verbal signals support our words, let's say so, then our message is enhanced and made stronger. But if they don't coincide, if they don't support, then we produce, we render an entirely different message to the recipient than what we intend. Okay. In the lecture, the professor gives two nice examples from his own life, his personal life. In the first example, when he was meeting his uncle, he was so happy to see him that his verbal and non-verbal signals, they coincided. So, he said that he was so happy to meet Uncle Pete, and he also, like, jumped. He was jumping like a boy. It was even noticed by his spouse, if I'm not mistaken. And later on, in the evening, the uncle said that how happy really he was, because he felt that both the professor's verbal and non-verbal signals, they were congruent, they coincided and enhanced each other. Okay. In the second example, while he was making a birdhouse, he smashed his finger with a hammer. But, because of the presence of his daughter, he tried to conceal the fact, and he said that everything was okay, but the daughter didn't believe him, because she saw that his face was contorted, he was suffering, and, of course, she clearly understood that the professor was in tortures. Though, he said that everything was fine. So, in this case, non-verbal signals didn't match verbal signals, and the message was entirely different. Ну вот, наверное, немножечко затянул, больше, чем минуту. Да ладно. Если они видят, я уверен, что вы... Я даже, честно говоря, вы знаете, не смотрел особо вот сюда, потому что здесь тексты, лекции такие простые и классные, что тут нечего смотреть. Вот. Если они видят, что вы разошлись на полную катушку, и классно говорите, и быстро, и вы чуть-чуть не успели закруглиться там в конце, ничего, я уверен, вы все равно можете получить очень высокий балл. Ну, потому что мы все люди, вы заволновались, там, раскачегарились, как говорится, когда вы не успели там 5 секунд сделать там какой-то вывод, ну, ничего, это... об этом не переживайте. Хуже, когда вы поговорили 35 секунд, непонятно чего, и молчите. Вот. Это гораздо, гораздо хуже. Ну, вот, друзья. Значит, сокращаем заметочки, отмечаем только... Ну, самый главный пункт, да, это звучит так заезжено и никак, ясно, что самый главный пункт. И когда вы будете слушать, да, отмечив, стараемся, понимаете, вам нужно войти в такой режим умственного сосредоточения такого, вашего интеллектуального, что мы... И, понимаете, пытаемся запомнить то, что, естественно, то, что льется в нас, да, и одновременно по ходу дела рукой делаем эти закорлючки. Безусловно, ни в коем случае не стараемся закорлючки там делать красивыми или правильными. Я здесь поправлялся чуть-чуть, когда... Потому что, ну, на клавиатуре, ну, если бы я это на бумажке, я бы этого не делал, но мне не надо 100 лет. Ничего, если даже ошибочка у вас там в слове, никто ваши закорлючки читать не будет эти. Вам главное побольше и почетче написать. Поэтому, вот, ваша рука, продолжение вашего разума, мы ей как по ходу дела машем рукой, пальцами, понимаете, а не сосредотачиваемся на том, чтобы красиво написать. Это самое главное. Иначе вы просто не уловите то, что там дальше пойдет, понимаете. Одно предложение не уловите, и все. И капец. Ну вот, друзья, мы с вами сделали одно из заданий Toful, очень интересное. Помните, профессор будет там или возражать свирепо, или, как здесь, экземплифицировать, то есть, иллюстрировать своими примерами то, что бывает как бы что-то корректировать, уточнять. Ну, в общем, не приклеивайтесь ни в коем случае к точке зрения, что, как некоторые авторы, говорят, что только он будет возражать. Всякое, может быть, может и не возражать. Ну вот, в следующий раз мы с вами рассмотрим последние заметочки для последнего вопроса номер 4, бывшего номер 6. Обалденный тоже вопрос. Кусок лекции. Просто нам нужно сделать из него резюме. Просто главные пункты в течение минуты. Сама лекция где-то около 2 минут, нам нужно будет минуту говорить. То есть, и память здесь имеет значение, и побольше заметочек, все имеет значение. Но, по крайней мере, там не будет никаких соотношений, никаких примеров того-того в плане, что профессор, да как по тексту, там просто нужно передать лекцию, да и все. А здесь нужно некое соотношение уловить между текстовой частью и аудио. Ну что, друзья, я желаю вам успехов на Toful и других тестах английского. Если вам нужен настоящий профессиональный репетитор, обращайтесь. Ссылочка в описании есть. Я помог многим людям сдать IELTS, Toful, Duolingo, SAT и другие интереснейшие тесты английского. Я вас люблю. До встречи в следующих видео.